Всем привет! Начинается новый влог. Я уже успела приготовить щи, девочки. Смотрите, какие красивые и вкусные. Мням-ням. Вот сейчас мы будем с сыном их кушать. Всё здесь убрала. Сделала по-минимальному. Прямо туда-сюда расставляла. Хочется больше пространства и места. Давайте сразу вам покажу мои покупки, которые были в фикс-прайсе. И не только. Ну, как бы в основном фикс-прайсе. Вот эти две позиции я приобрела в пятёрочке. Когда есть там акции на Ленор и на Доместес, я всегда беру. Значит, Доместес там был. Для унитаза я беру всегда. 119 рублей стоило. Место там 200. То есть, зашла сразу. Покупала кашу в пятёрочке. Заодно купила, как бы, вот, увидела акцию. Значит, вот такой вот Доместес. Нравится мне, как убирает грязь. Там, жёлтый вот этот налёт и всё остальное. Ну, как бы, вот, привыкла уже, вот, пользуюсь им всегда. Как бы на другое, наверное, что-то вот не перехожу. Не знаю. Так, и вот такой вот Ленорчик. Обожаю этот запах. Обалденный. Кто не пробовал, попробуйте. Золотая орхидея. Мне очень нравится. Мне ещё нравится другой пион какой-то, что ли, там, если я не ошибаюсь. Ещё другой запах был. Но его не было в наличии. Значит, стоило 100... 109, что ли, рублей. Место тоже там около 200 он стоит. Всегда беру Ленорчик. Вот, нравится мне. Вот этот я взяла в пятёрочке. Ещё Ленорчик иногда бывает вот в фикс-прайсе. Но его не было в данный момент в наличии. Я как бы вот в пятёрку зашла, увидала и сразу взяла. Значит, всё остальное было из фикс-прайса. Немного позиций, но всё равно. Вот вам покажу. Значит, домистар. Хомстар, господи. Уже заговариваюсь. Вот сразу зашла, снимаю вам. Средства для очистки конденсационных труб. Вы знаете, один раз я пробовала, мне достаточно понравилось. Может быть, у меня, конечно, не совсем были забиты трубы. Но всё равно. Ну, мне понравилось. Сейчас у меня забита труба в раковине в ванне. Я хочу прям ещё раз залить и посмотреть. Если будет хороший прям результат, буду всегда брать. Не помню, сколько стоит. То ли 55 рублей, то ли... Вот у меня, короче, чек. Такой он уже помятый весь. Значит, у меня чек вышел на 751 рубль. И, значит, получается... Боже, 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 где это? Я не вижу. 55, да, 55 рублей стоит. Ну, дальше поехали. Я взяла такую баночку, короче, для кофе. Я покупаю кофе и хочу туда высыпать. У меня есть такая банка для чая красивая. Тоже там брала. Ну, там у меня с чаем с надписью, а здесь без надписи. Вот такую вот взяла. Было в таком варианте. Было в красном, но взяла в таком. Вот сюда вот хочу для сыпучего здесь предмета. Ну, заметь их. Можно там и кашу туда. Там, не знаю, там гречку, рис. Но я как бы вот для кофе взяла. Как всегда, взяла кухончики свои любимые. Нравятся они мне. То есть, как бы уже постоянными пользуюсь. Кухончики замечательные. Значит, взяла вот такой вот для освежителя воздуха в туалет. Вот эту штучку 100 рублей она стоит. Тоже мне нравится. Достаточно хорошее. Запах кашемир. Здесь у нас идёт аэрпуре называется. Ну, классно вообще. Классно. Мне нравится. Как бы я начала ими пользоваться. Цена достаточно надолго хватает. Прям замечательно. Присмотритесь. Два пакетика. Значит, у нас здесь 15 штук. 60 литров. Есть по 35. Я по 60 беру, потому что по 35 мне не хватает. Два пакетика тоже. Это кто у нас? Бон Хом. Бон Хом. Всё это взяла, да? Дальше. Самое главное, зачем я пошла? Аж взяла две штуки, потому что, ну, блин, прям вообще классная штука для кухни. Вместо тряпок. Смотрите. Бон Хом у нас идёт. Полотенце универсальное. Вискозное. Я уже говорила как-то в каком-то видео, что я отрываю по три штуки. Использую как тряпочки. Там загрязнилось. Ещё что-то долго они не используются. Я выкидываю. И дальше следующее. То есть, у меня всегда на кухне есть этот рулончик. Он стоит. И как бы тряпочку оторвать для чего-нибудь. Там, допустим, обувь ту же самую протереть. Или там ещё что-то вытереть. То есть, ну, без проблем вообще. Знаете, как бы всегда это нужно, чтобы было в наличии. Я взяла две штуки. По 99 рублей. Я не взяла аж две штучки. И при запасе взяла у меня ещё не закончилось. Но всё равно взяла вот такое вот бумажное полотенце. Всегда тоже есть у меня на кухне обязательно. Стоит... Не помню, сколько стоит. Стоят они эти бумажные полотенца. Сейчас вам скажу. 90... Нет, от 99 вот эти вот вискозные. Так, банк у нас стоит 55 рублей получается. Средства для этого 55 рублей. Губки-кухончик у нас стоят 50 рублей. Так, пакеты для мусора по 50 рублей у нас идут. И, значит, освежители, воздуху. Вот это 99 рублей стоит. А где полотенце? Так, подожди. А, вот это вот 55 рублей стоит. Всё, нашла. 55 рублей стоят вот такие вот полотенчики. Прям, ну, классно, классно, классно. И ещё вот здесь вот взяла, короче, такие вот казинаки. Они стоят там 18 рублей. Чуть давно как бы... Ну, семечки, блин. Ну, конечно, вредная еда. Стопроцентный жир, как говорится. Ну, вот такие вот взяла семечки. Не знаю, что-то положила. Всё. Так иногда бывает. Хочется что-то пожевать или ещё что-то. Ну, если честно, я этого не делаю. Потому что, ну, не надо делать этого. И что я ещё взяла? Вот тоже хочу познакомиться. Первый раз такое увидела. Я ищу такие вот ленты. Сейчас думала заказать с iHerb. Или там в аптеках иногда продаются. Вот такие вот эластичные ленты для занятий, ну, вот упражнениями в домашних условиях. 99 рублей стоит эта лента. Она такая до 5 килограмм. Низкий уровень нагрузки. Значит, длина идёт её 200 сантиметров на 15 сантиметров. Ну, вот показана здесь девушка. Как бы не знаю, насколько ещё не вскрывала, не смотрела. Но с данной лентой можно классно делать упражнения в домашних условиях. Даже вот на обратной стороне, вот здесь всё показано, как делается, какие упражнения, какие можно делать упражнения для ног, для рук, для спины. Разрабатывать все мышцы групп тела, да? То есть, как бы, ну, вот сейчас вы видите. Хочу попробовать. Интересно, потому что, ну, что, 99 рублей. Посмотрю, как что получится. Обязательно вам всё расскажу. Прям круто. Ну, всё, это были такие вот покупочки у меня с Викспрайса. Так что, идём дальше. Ещё, девочки, хочу с вами поделиться, рассказать о новой покупочке. И вообще сейчас показать несколько покупочек, которые я сделала. Вот такая вот первая покупка, которую я выбирала очень тщательно и долго. Как вы уже успели заметить, это увлажнитель воздуха. Вот у меня здесь на табуретке пока стоит. Ещё не определилась, куда я его поставлю. Значит, марка Банека. Модель У... Вот эта вот, модель У-700, да? Это не так давнишняя, ну, как бы, модель выпущена. Ну, там какие-то модели у них ушли уже с производства, какие-то остались. И вот такая вот коробка от этой модели. Что хочу рассказать по поводу всего, то, что знаю, да? Тщательно выбирала. Сейчас расскажу об этой модели, потом расскажу свою историю выбора. Может быть, кому-то понадобится и, как бы, ну, будет полезно. Значит, ну, здесь рассказывается, как заливается эта модель. Сейчас я её эксплуатирую, пробую, думаю, как бы, правильно я выбор сделала, неправильно выбор сделала. Значит, здесь у нас идёт... Это швейцарская компания, которая давно-давно уже существует на рынке. И производство... Ну, как бы, сейчас всё в Китае. Производство, сборка всё в Китае. У них была в Корее. Они перенесли сборку в Китай. Ну, вот, значит, здесь то, что немножко неудобно у меня стоит. Вот такая вот, значит, коробочка. Ну, как бы, сам уже аппарат. Вот он у меня вот здесь стоит. Я его ставила там и на стол, и на комод. И сейчас здесь пока посередине стоит. Значит, смотрите, что здесь идёт. Два вида увлажнения. Холодный и тёплый пар. Вот сюда вот так вот нажимается. Вот сейчас я вам покажу, да? Вот так вот нажимаете, вот включается кнопочка. Это подогревающий пар уже тёплый идёт. Сжимаете, нету тёплого пара. Ну, это, что касается, знаете, очень неудобно, когда есть маленькие детки. У них слизистая очень слабая, да? И, конечно, им нужно увлажнитель воздуха с тёплым паром, да? И, значит, что у нас ещё есть здесь? Ну, здесь есть часы, можно поставить на таймер. Я никогда ещё не пробовала. Два, три, четыре, вот здесь вот пять, шесть. Короче, не делала я ни разу. То есть, это что, о чём говорится? Что вот этот вот таймер ставите, через столько-то часов отключается. Я ни разу не делала, мне как бы это не надо. Вот это вот, это задаток температуры, который вы хотите, чтобы у вас была. кнопочка, да, чтобы вы, допустим, задали, чтобы у вас было процентов в комнате увлажнения. 50, 60, а минимально идёт 30, 40. Посмотрите, сейчас я вам покажу. Сейчас, секунду. Вот, смотрите, изначально 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, да? И с нуля. Ну, в среднем я оставляю на 50. Почему? Потому что норма влажности воздуха в комнате должна быть от 40 до 60. 50 для меня, вот видите, какой пар идёт, видите на камеру? Вот так вот. 50 для меня достаточно. Сейчас, в данный момент у меня сейчас 48 процентов. То есть, вот этот вот, она нужна 50. Значит, дальше идёт кнопка выключения-включения. Кнопка вот здесь вот идёт интенсивности пара. Может, минимальная, может быть, средняя и максимум. То есть, вот этот вот пар, который выходит оттуда, то есть, можно его контролировать и можно его, как бы сказать, выставить. И есть авто. Авто вот здесь вот на авторежим поставить. Он сам будет контролировать, набирать. Там 50, тоже можно задавать, кстати, процент влажности. Он будет набирать, отключаться. Потом влажность упадает, он опять включается. То есть, на авторежиме. Бесшумная работа. Работает практически так же, как холодильник. Даже чуть-чуть тише. То есть, если вот ночью говорится. Вот автоматическое отключение есть. Настраиваем его таймеры есть. Автоматическая капсула. Вот здесь всё написано. Значит, здесь долговечно золотая мембрана. Золотая в кавычках, соответственно. То есть, как бы, в небуквальном смысле. Значит, там идёт у нас серебряный стержень, вот этот антибактериальный идёт. И у нас идёт ещё картридж. Картридж, как там называется? Для очистки, чтобы воздуха там, да? Как это вот называется. То есть, как бы открывается, он там стоит. До 80 квадратных метров площадь идёт 600 мл в час. То есть, это расщепление воды, девочки. Это 9 литров объём воды. Сколько уже стоит третий день? Ещё ни разу не доливало. Вот видите, уровень воды. Сколько всего истратилось. Ещё ни разу не доливало. Работает у меня прям честно круглосуточно. Я его испытываю, испытываю, испытываю. Эта компания находится на рынке очень давно, с 1956 года. 60 лет безупречно швейцарского качества. Ну, как бы вот пробую. Я выбирала очень тщательно из нескольких вариантов. Так сказать, может быть, в среднем ценовом сегменте. Ну, как бы, чтобы было и качество, и, соответственно, ну, и цена. Вот такая вот покупочка. Очень-очень она мне нужна была. Ну, вот я в кадре переключилась. Ещё раз всем привет. Значит, хочу продолжить тему по поводу увлажнителей воздуха. Как к этому я пришла и почему я к этому пришла, да? То есть случилось так, что в течение какого-то времени, ну, в зимний период, как включили батареи, было очень часто головные боли, и у меня с носом творилась какая-то вообще неописнимая ситуация. То есть закладывал нос, и он мог там где-то кровоточить, он мог тяжело дышать, от этого болела голова, чихала, очень был раздражённый, сильно-сильно чесался. Если у вас какие-то симптомы, то, пожалуйста, обратитесь к врачу, проверьтесь. И дальше, может быть, вы также выйдете на увлажнитель воздуха, как и я это сделала. Я обратилась к лору, и сделали мне, значит, проверили, сделали мне даже снимок, проверили, всё ли в порядке, отклонили всякие какие-то серьёзные заболевания. И в итоге мне поставили диагноз ренит, просто ренит, не аллергический, и сказали, может быть, это из-за сухого воздуха, может быть, это из-за пыли, и всякое-всякое. Но в итоге говоря, короче, я много что наслушалась, начиталась, насмотрелась, и решила как бы выбрать себе увлажнитель воздуха в квартиру. И какое-то время я начала спасаться полотенцем, мочила мокрое, ну, мокрое в холодной воде полотенце, вешала на батареи, и, соответственно, как-то это меня спасало, помогало. У меня нету ни датчика, чтобы определить увлажнение вообще в комнате, ничего. И в итоге говоря, короче, я долго-долго выбирала, и между много вообще на рынке этих увлажнителей, начиная там с Viteco, Polaris, Scarlett, Tefal, даже, которые в этом году первый раз запустили увлажнители, хотя Tefal – это очень хорошие сковородки, действительно, утюги, там, весы, но никак не увлажнители. И еще там разные марки. Но в итоге говоря, мы остановились, долго выбирали, цены идут от, знаете, двух с половиной до десяти. Мы остановились на Банако, потому что эта марка занимается уже с 1956 года, как я уже сказала, чисто увлажнением воздуха у них и очищением воздуха, что сегодня это называется мойка. И, значит, и была другая марка, вот я между чем и чем выбирала, между Банако и Борком. Но Борк, он был порядком на десять тысяч дороже, чем Банако. Банако купила со скидкой в M-Video, скидка была три тысячи рублей, купила я за двенадцать с половиной тысяч, гарантия два года, но все, что мне нужно было там, как бы и теплый пар, подогревающий, вернее, и датчик стоит. Мне как бы все, что мне нужно было, все в нем есть. Сейчас эксплуатирую, пробую, смотрю и присматриваюсь, то есть, как бы правильно выбор или надо было что-то, или действительно надо было брать Борк. Но Борк плюс на десять тысяч дороже, он там стоил двадцать две пятьсот. Я понимаю, что это известная марка, она достаточно качественная, но, опять же, она корейская, то есть, она собирается в Корее, у них только год гарантия. Но, как бы сказать, разница в десять тысяч достаточно такая хорошая разница. Надо с чего-то либо начинать. И мы начали с увлажнений, с этого увлажнителя, Банека, и вы знаете, к чему я пришла, что я вообще правильно сделала, что я купила этот увлажнитель, потому что действительно многие проблемы у нас существуют в нашем организме, наши головные боли или там, допустим, носу у вас там, как будто как аллергическое что-то чешется, чекаете, заложенность, даже покраснение горла у меня у ребенка было. То есть, это может быть из-за того, что не хватает действительно воздуха, то есть, увлажнение воздуха. И, как бы, сейчас, как бы, и спишь хорошо, и просыпаешься хорошо, и засыпаешь хорошо, то есть, все замечательно. Кому, если нужен был мой совет или мой отзыв, пожалуйста, как бы, вот, присмотритесь к этому, и все-таки нужно покупать в квартире увлажнитель воздуха. Это была моя такая покупочка, которую я, как бы, знаете, очень тщательно выбирала, и, как бы, столкнувшись с этим первый раз, ну, наконец-то, как бы, это произошло. Еще я хочу поделиться с вами моими покупками, которые я сделала посредством того, что прошел Новый год, у меня прошел день рождения, были какие-то подарки, то есть, в денежном факоваленте. И я решила себе, как бы, сделать несколько покупок. Первая покупка, то есть, это две покупки, вот, стоят коробки, это две покупки обуви. Вот. Марка Nero Giardini. Это итальянская марка, итальянский производитель, изготавливается тоже в Италии. Ручная идет сборка. Значит, первое, что я купила здесь у нас в Москве, в магазине Рандеву, были скидки. И со скидкой я купила себе на, там, весна, лето, осень кеды, которых я очень сильно хотела. У меня размер 39, как раз итальянская колодка прям не идет размер в размер. Обычно я беру 40, но итальянская мне прям хорошо идет на 39. То есть, 40 мне нужно брать. И вот такие вот кедухи белого цвета. Очень сильно я их хотела. Кожаные, все кожа. Здесь у нас соединение подошвы с кожей идет прошивка. Все полностью прошито. Производство, я уже сказала, в самой Италии. Внутри тоже все кожаное. И что мне нравится, это идет не гладкая кожа, а вот такая вот, вот такая вот рифленая. Вот видите, такими кубиками. Очень интересно, очень красиво, очень стильно, классно смотрится. Они были на скидке. Со скидкой 9,5 тысяч стоили. Я купила их за 9,5 тысяч. Так они стоили 13,5 тысяч. Гарантия 3 года. Ну, то есть, как бы в рандеву, это уже не первая у меня пара, которую я покупаю. Это уже у меня третья пара. Ну, такие белые, короче, кедухи, которые я прям очень сильно хотела. Вообще классно. То есть, как бы мне надарили денег на день рождения, я пошла купила эти кеды. Вообще классно. То есть, такая вот подошва. В них я еще не ходила, не гуляла. Ну, как бы понятно, что сейчас зима. Вот. Ну, все классно, все здорово. Вообще самое главное, то, что это все упаковано тоже красиво. Красивые идут коробочки. Такие, знаете, коробка как бы нехилая. Такая вся она вот в сером цвете. Вот их неомарка написана. То есть, да. Вот здесь. То есть, как бы вот такие вот кеды я себе приобрела. И вторая тоже, это же марки, Nera Giardini. Приобрела себе кроссовки. Ну, тоже такая же коробка. Эти кроссовки я заказала уже. То есть, я не покупала здесь в Москве. В рандеву. Они есть в рандеву. Но цвет более темнее. Я купила чуть-чуть посветлее. Вот такого вот плана кроссовки. Значит, тоже все кожано. Ну, вот здесь вот кожаное. Внутри все кожаное идет. Здесь такой как бы замок идет. То, что удобно одевать. Ну, не обязательно расшнуровывать, да. Здесь вот такие вот паеточки. Вот паеточки. Вот здесь вот, видите, паеточки. Ну, как бы я не знаю, что это такое. Вот этот вообще идет. Вот здесь вот кожа идет. Вот эта вот, вот эта часть. Эта кожа идет. Вот здесь какие-то вот паетки. Здесь уже идет клейка. Ну, то есть, клеивание. Вот. Ну, то есть, как бы они не стопроцентные кроссовки. Под кроссовки сделаны. Так вот на весну-осень. Прям на ура вообще. Очень я их хотела. Тоже итальянская сборка. Тоже в Италии все отшивается, собирается. Значит, вот эти вот кроссовки я заказала уже на итальянском сайте. Он называется Йокс. Если я правильно произношу. Я когда-то там давным-давно заказывала пальто. Классное пальто. Я его носила. Я потом даже его продала. Очень классный состав. Шерсти классные вообще. Вот материалы. Траб был очень-очень здоровская. И тут, знаете, я про этот сайт вообще забыла. И тут получилось так, что какое-то время спустя вот я купила кеты. И я наткнулась на этот сайт случайно. И зашла, просто забила. Думаю, есть ли там Нера Джордини, там Эрнесто Долани. То есть, вот эти вот марки обуви итальянские, которые как бы у меня есть. И оказалось, там есть. И там вот в преддверии вот этих новогодних праздников. А у них с 7 января, если не ошибаюсь, до 5 или 7 марта идут вот эти вот сезонные скидки. То есть, все вот. Вот эти скидки очень хорошие. Не то, что у нас там в России, да. И вот они вот здесь вот, эти кроссовки были скидки еще минус 25%. В итоге говоря, я их купила за бесплатной пересылкой. Бесплатно мне прислали. Я уже знала свой размер. 39 размер у меня. Потому что эти же кроссовки, ну и этого цвета, более темнее. Я в рандеву мерила. Думала покупать, не покупать. Они тогда вот на скидках стоили 10,5 тысяч. А вот на этом итальянском сайте я купила за 5,400. С бесплатной доставкой. Так что присмотритесь к этому сайту. Я в следующий раз обязательно, я уже там присмотрела на Али, такое какие магазинчики, тоже итальянские. Мне нравится итальянская обувь, итальянская колодка. Она прям не трет, не трет мозоль, не натирает, ничего нет такого. Ну, очень-очень классно. Вообще просто супер. И вот эти вот мне очень нравятся такие кидухи. Я вообще как бы я спортивного плана человек. То есть стильные очень, лаконичные. И вообще суперские. Мне очень-очень понравились. Очень удобные. Я надеюсь, что в носке будет всё замечательно. Потому что, ну, прям вообще, вообще хотелось, хотелось, хотелось всё это такого плана, вот обувь приобрести. Вот такие вот две покупочки у меня обуви произошли. Которые я очень сильно хотела. И прям, да-да-да. И совсем недавно в новых поступлениях в Заре, зашла в Зару, присмотреться. И увидела там новое поступление брюк. Ну, там новый как бы завоз пришёл, да, новое поступление. И там увидела вот такие вот штаны кожаные, да, то есть кожаные штаны. Я их уже вовсю ношу. Так что они мне немножко уже подрастянулись. Ну, естественно, это эко-кожа. Вот здесь сбоку идёт замок. Сбоку замок. Это застёгивается. Значит, и внизу вот здесь вот такая вот, ну, как... Вот так вот идёт немножко, да, вот. Они по щиколотку, ну, щиколотку закрывают. И прям вот как раз и с кедами, и с кроссовками очень-очень классно. Я уже сейчас ношу с ботинками зимой. Кожа такая достаточно плотная. Качество хорошее. Прошито всё классно, всё здорово. То есть никаких проблем никаких нет. Самое главное, я не ожидала, что они мне полезут. То, что они мне подойдут. И всё так прям, ну, не могу сказать, что супер тянутся. Они не тянутся. Ну, как бы, понятно, может быть, там кожа при носке, она растягивается. Но, как бы, это не стричь, не тянутся. И очень-очень здорово. Как бы, я вообще хотела именно кожаные штаны. И мне прям повезло. И я, как бы, их... Там был ещё другой вариант кожи. Полегче, потоньше. Но я поплотнее решила. Может быть, идти ещё куплю, посмотрю. Завтра, как раз, может быть, съездю в торговый центр. Зайду, присмотрюсь. То есть, это есть такого и чёрного, и такой, знаете, винный, не бортовый, а даже винный цвет. Есть такие, как бы, там, цвета там. Вот, это мои покупочки. И у меня, значит, там разные размеры. М-ки, L-ки, S-ки, XL, и даже 2XL было. Ну, как бы, вот, я взяла свою L-ку и пошла. И мне очень было радостно. Это все мои покупки, которые, как бы, я прикупила. Сейчас хочу, знаете, ещё показать, если получится. Видите, как парит? Вот так вот он исходит пар. Это увлажнитель, да? Кто ещё? Не понял. Вот так вот исходит. То есть, вот она набирает, я задала 50% увлажнения. Она пускает это 45%. И вот так вот потом происходит у нас орушение, как это правильно назвать. Ну, девочки, на этом всё. Это всё, что я хотела, с чем я хотела с вами поделиться, новыми покупочками, которые я приобрела. Так что до новых встреч, до новых видео. Берегите друг друга. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok